Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Была фантастическая поддержка, это незабываемый матч. И ради таких моментов мы должны много работать, трудиться, потому что, повторюсь, это было незабываемо. Очень хотелось порадовать их победой. Мы считаем, что сделали для этого все, что могли. Мы ушли с поля с гордо поднятой головой. Мы отдали все силы, мы были очень дисциплинированы, собраны. Мы показали хороший футбол, но, к сожалению, в концовке показали немного свою авантюрность. Осталось 30 секунд, мы побежали забивать второй гол. Хотя нужно сыграть было более прагматично. Концентин Критис, Ксадиск Спорт. Скажите, пожалуйста, уже второй раз получается ситуация, когда Краснодар забивает в концовке, и тут же практически сразу через несколько минут, 5-6 пропускает. Это уже с Байером было. Есть, может быть, какое-то объяснение этому? Если бы я знал бы, в чем причина, мы бы не пропускали. Я думаю, что это сечение обстоятельств. Мы в прошлом году забили много мячей на последних минутах, сейчас больше пропускаем, поэтому пока я не могу объяснить. Сергей Бакаев, независимая спортивная газета. Скажите, какая сейчас стоит атмосфера раздевалки «Аманды»? Все это разочаровано или все-таки, ну, есть какая-то гордость, все-таки «Аманды» ушла достойно с турнира? Да нет, об этом никто не думает. Все разочарованы в некоторых слезах. В раздевалке все сидят с опущенными головами, большинство плачет, потому что понимали, насколько мы были близки, что мы много сделали для победы, но, к сожалению, ее не добились. Вы сказали, что сейчас в раздевалке многие сидят и плачут, а что вы им сказали в этом моменте, когда зашли и все это увидели? Сказал, что мы сделали все для победы, что мы провели отличный матч, что я не могу упрекнуть ни одного человека, и что обязательно будут впереди у нас хорошие времена, будет много побед, если мы продолжим относиться к своему делу так, как было сегодня. Вообще трудно подбирать слова в такие моменты, поэтому основной разговор будет завтра. Главный тренер Валенсии до вас довольно странную пресс-конференцию дал, сказал, что контролировал ход матча Валенсии, в общем, он был уверен в победе и сказал, что, в общем, Краснодар сегодня ничего не создал. Вы согласны с вашим коллегой? Нет, не согласен. У нас были возможности забить, мы контролировали игру, и, да, несомненно, Валенсия хорошая команда, они показали это на протяжении двух матчей, но нужно с уважением относиться к соперникам, что мы и делаем, и желаем им успеха в дальнейшем. Скажите, пожалуйста, что вы говорили игрокам в перерыве, какие слова подбирали, как-то меняли кардинально ход игры, подбадривали их, наоборот, пытались активизировать, или все шло по плану, вы были удовлетворены после первого тайма? Ну, первый тайм по игре в обороне, это было практически близко к идеальному, мы перекрывали зоны, мы играли очень компактно, и соперник практически ничего не создал. В то же время у нас были хорошие моменты, пока Ари был на поле, и после этого, в принципе, попросили сохранить ту дисциплину в обороне, и обязательно ждать моменты, они у нас будут, и они у нас были, мы и забили, поэтому в перерыве подчеркнули те хорошие вещи, которые у нас получались, и попросили продолжить играть так же, если это вкратце, то примерно так, об этом был разговор. Мурат Олегович, прежде всего, спасибо за игру, у меня вопрос по персональным, по травмам, что с Ари, и когда вернется Критсюк? Ну, Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра, завтра сделаем МРТ, или сегодня вечером, если получится, ну, я думаю, что на локомотив он вряд ли будет готов, Критсюк в паузу сборных должен вернуться в общую группу. Мурат Олегович, добрый вечер, скажите, пожалуйста, вот я понимаю, сейчас перебладают в основном эмоциональные, так сказать, оценки после игры, но, на мой взгляд, один из первых выводов, это большие проблемы в завершении атаки, поскольку были острые моменты, были возможности забить не один раз, но это не получилось. Скажите, в связи с тем, что вот с последними событиями в команде, в связи с тем, что Ари получил травму, как вы видите развитие дальше игры в атаке, поскольку с нападающими явная проблема возникает, и как вы планируете решать эту проблему? Спасибо. Я не считаю, что сегодня была проблема в атаке, и учитывать надо то, что еще мы перестроились, и класс он играл на не свойственные для себя позиции. Как мы будем решать это? Ну, надо постыть, подумать, найдем какие-то выходы. Уже нам не привыкать ни первый матч, играем без центральных нападающих. У испанцев сработали замены. Скажите, вышел Таранов для того, чтобы усилить центр. А в результате оба, Льолсон и Таранов, не накрыли бьющего. А считаете ли вы, что правильно выпустили Таранова? Готов ли он был войти в эти решающие минуты? Таранов опытный футболист, и он вошел в игру, были там ряд опасных стандартов. Он хорошо играет вверху, и был расчет на это. Там проблема была при голе, то, что мы перехватили мяч и побежали в атаку. И Олсон выбежал, и Вандерсон, произошла потеря в центре поля. Остался один на фланге Рамирес, его побежал страховать Газинский. И в центре второй темп у нас не хватило футболиста. Туа сместился Шапи, но этого было недостаточно. Ну, это даже скорее не вопрос, а такая реплика. Во-первых, спасибо большое за игру, за эту еврокубковую кампанию. И уже довелось читать отзывы в интернете, где все болельщики, абсолютно все, «Зенита», «Спартака», «Локомотива» говорили, что они гордятся Краснодаром. И болели сегодня за Краснодар, как за сборную России, что бывает достаточно редко. Как вам такие комментарии от болельщиков именно всех команд? Ну, мне, конечно, это приятно, хотя это мало утешает. Приятно это слышать. Мне приятно, что после матча 35 тысяч зрителей кричали «молодцы», никто не ушел. И это очень важные моменты для нас. И, конечно, я могу и вам сказать спасибо за те слова, которые вы говорите. Конечно, мы хотели бы выиграть, но если проигрывать, то только так. Надеюсь, что вся эта еврокубковая кампания станет для нас хорошим опытом. И мы понимаем, что мы можем играть с командами из топ-чемпионатов на уровне. Можем побеждать, добиваться с ними положительных результатов. И это добавит нам уверенности. Мы должны больше работать, больше трудиться, потому что мы понимаем, что мы на правильном пути. И еще раз спасибо всем за поддержку. Спасибо. Спасибо. До свидания. Добрый вечер. Я думаю, наш соперник очень сильно начал первые 15 минут матча. Я не помню, чтобы у нашего соперника было явное преимущество в шансах забить гол. И у нас было. Я думаю, мы заслужили пройти в следующий этап. Их вратарь сделал два сейва. И во втором тайме у нас было больше шансов забить мяч. Бесспорно, наш соперник забил просто потрясающий мяч. Может быть, это удача. Также мы можем сказать, что нам тоже улыбнулась удача. И мы забили гол. В футболе нужно использовать те шансы, которые есть. Мы сделали в этом матче достаточно для победы и для того, чтобы пройти в следующий этап. Я думаю, это справедливо. Я думаю, этот матч был очень хороший для всех. И, может быть, удача улыбнулась нам больше. Продолжение следует... Продолжение следует...